Героизация фашизма Гарри Гиннштейн Гарри Гиннштейн Гарри Гиннштейн Гитлер, и нацизм был объявлен государственной, скажем так, идеей этой страны. Одним из первых Гаррегин Жде и его окружение предложили свои услуги гитлеровской Германии. Следует отметить, что Гаррегин Жде отметился, в кавычках, тем, что истреблял в массовом количестве Зангизурии, азербайджанское население в 18-19-20-е годы. Затем определенный период он скрывался, но именно поняв, что наступил его час, пробил его час с приходом фашизма. Он стоял у создания армянского легиона, вермахта, который выполнял самую грязную работу, то есть уничтожение мирного, беззащитного населения, евреев и других народов. В основном он отметился, это значит, на Северном Кавказе, в Крыму. Однако, после того, как фашистская Германия проиграла войну, он бежал, был пойман и осужден советскими судами, умер в 55-м году во Владимирском централе. Так и не реабилитирован он, потому что тот массив преступлений, совершенных им, просто редко кто, какой, извиняюсь, человек, если можно его так назвать, мог засветиться в столького рода преступлениях в разных регионах, скажем так, как Кавказа, так и Турции, и так на фронтах Второй мировой войны. Поэтому, то, что сейчас ему ставят, я думаю, то, что ставят ему по всей Армении памятники, называют его именем, открывают объекты какие-то, улицы, площади, школа, и даже это делают на территории России, насколько мы знаем, это не может не беспокоить нас. А как же участие в торжественной церемонии открытия памятнику президента Армении Сержа Сарксян? Как оценивать, что глава государства принимал участие в таком мероприятии? Фактически, это говорит о том, что как нынешний глава Армении, так и его окружение, они воспитаны на идее Горегина Нжде, они с благодарностью помнят о нем и по-всякому хотят, чтобы будущие поколения армян брали пример с нынешних армян, я имею в виду тех, кто в власти, и чтобы дело Горегина Нжде и ему подобных, мягко говоря, не умерло в Армении. Только так можно объяснить участие лично Сержа Сарксяна на открытии памятника Горегина Нжде и других подобных церемоний. Не третий сорт, кто-то, а именно первый человек страны подает пример остальным. Существует резолюция Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Последняя такая резолюция была принята в Генассамблее ООН в декабре прошлого года. Как понимать действия официального Еревана с героизацией фашизма, если Армения сама поддержала эту резолюцию? Мы не первый раз сталкиваемся с тем, что Армения поддерживает разного рода хорошие резолюции, умные резолюции, чего стоит. Следует отметить, что неоднократно под различным документом на уровне ООН стоят подписи руководителей Армении о территориальной целостности Азербайджана. Это одно. Но опять-таки, в реальности, что творят армянские власти, мы видим. То же самое происходит с Гаррегином Штея, то же самое с героизацией фашизма. На словах они хотят везде себя показать, как борцы за европейские и международные ценности. Однако, к сожалению, я думаю, часть вины на том, что это все вот так, в виде фарса происходит в Армении, лежит на тех же самых международных и европейских организациях и тех самых странах, которые в другой, любой стране среди ночи найдут маленькую какую-то проблему и все маншеты ведущих СМИ западных будут об этом говорить. Однако, то, что происходит в Армении, успешно замалчивается. Так же и в российских СМИ. Долго замалчивалось и только на днях вдруг телеканал вооруженных сил России «Звезда» подверг резкой критике правительства Армении за героизацию фашизма. Почему они так долго молчали? Почему эта тема сейчас всплыла? Я думаю, что это связано с тем, что за последние 2-3 года отношение не только к Армении, а к ее политической верхушке со стороны России меняется. События последних лет показали, что Армения не является таким уж стратегическим союзником России, как это на бумаге. Она является, как хорошо отметил один политолог, вынужденным попутчиком России, который постоянно клянчит или деньги, или оружие, или защиту, или же угрожает, что будет делать что-то во вред интересам России, если не будут учтены интересы Армении. Вот и весь торг, который, значит, может осуществлять нынешняя власть Армении. Поэтому в России понимают, что если ситуация будет в регионе, а она меняется, как на это не закрывали, не хотели закрывать глаза некоторые экспертные сообщества России, особенно в свете того, что 2 года назад напряжение было между Турцией и Россией, в ноябре, как раз. В основном проармянские эксперты радостно кричали, что ну вот, наконец-то, вот проявилось истинное лицо в кавычках Турции, Россия должна во всем полагаться на то, что ей говорят армяне. Однако не прошло и полугода, и года, как диаметрально противоположная политика, и это будет долгосрочная политика. Это помнили и те самые проармянские эксперты, часть которых закрывала глаза, возможно, и политикам в кремлевских коридорах. И сейчас они вынуждены понять, что если со стороны Кремля не будет ревизия в отношении властей Армении, то последствия могут быть очень драматичные. Реакция последовала на программу прогноза телеканала «Звезда». Очень странная. Пресс-секретарь Эдуард Шармазанов, правящий Республиканской партией Армении, он заявил, что суть программы безграмотная, невежественная и абсурдная. В Армении действительно свято верят в героизм ЖД или это попытка показать свое «я»? Во-первых, сам ответ Шармазанову странный. Такое ощущение, что малолетний юнец в социальных сетях с кем-то борется или отвечает на уровни юзеров. Что за выражение, которое он использует? Оно же говорит о том, об уровне его интеллекта и о том, насколько он понимает суть проблемы. А ведь речь идет о фашизме. Какая разница о фашизме говорить красиво или некрасиво? По факту Шармазанов ничего не сказал. Хотя нет, сказал. Он сказал, что... Суворов и Невский. Да, да, он именно сравнил... Что ЖД для армянского народа такой же герой, как Суворов и Невский для русского. Прекрасно, прекрасно. Он дал понять, показал ту планку. Я думаю, российская публика сама должна понять, о чем говорил Шармазанов. На признаки фашистской идеологии в Армении указали и более 200 тысяч человек, которые подписали петицию с требованием пресечь героизацию фашизма на постсоветском пространстве. Что вы знаете об этой петиции? Какова вероятность того, что она принесет в результат? Сам факт того, что 200 с лишним, я хочу отметить, что уже не 200 тысяч, а намного больше людей подписали эту петицию. В результате, благодаря этой петиции, прошли обсуждения в парламенте по инициативе парламентской газеты России, где депутаты Госдумы России, эксперты и юристы, что очень важно, и юристы создали рабочую группу, которая именно будет работать в этом направлении по фактам героизации фашизма, в первую очередь, в Армении. Там были подняты то, что мы с вами говорили о Горигине Нижде, об Андронике и других фактах. То есть, реальность такая, что в России теперь четко понимают, что если не будут реагировать на пропаганду фашизма в Армении, то совершенно оправданно будут Россию обвинять в одностороннем отношении. То есть, я не сомневаюсь, что намного больше людей в России уже информированы, осведомлены о том, что на данный момент представляет Армения. Она будет вынесена на обсуждение в Госдуму? По всей видимости, эта процедура займет некоторое время, но раз создана рабочая группа, идет активная деятельность, то мы можем ждать в ближайшее время именно того, что будет вынесено на уровень государственного. Я протестирую главу экспертного клуба Российской парламентской газеты, о которой вы упомянули, политолога Сергея Маркова. Горигин Нижде умудрился дважды покушаться и на российскую, и на советскую государственность. В Царской России он проходил по уголовному делу как террорист, а во времена Советского Союза участвовал в военных действиях на стороне гитлеровской коалиции и призывал всех стать под знамена фюрера. Ему поставлен в Армении памятник, мы призываем армянских коллег снести его. Вопрос. Услышат ли Ереван этот призыв или, как всегда, по традиции проигнорируют? Он уже услышал Ереван. Мы знаем, что после этого еще другим террористам открыто училище военное, не буду пока называть, это очень скоро тоже будет проявлено, что фактически ответ был услышан наращивание пропаганды фашизма и террора в Армении. Вот как власти Армении ответили. Это совсем недавнее заявление. Фактически недавно. И сюжет программы телеканала «Звезда». Теперь этот призыв. Теперь этот призыв. То есть, фактически, армянские власти хотят сказать, что никто не имеет права даже обсуждать ситуацию, связанную с героизацией фашистов в Армении. В Армении сегодня правит партия «Дашнак Цутюн». Республиканская партия всего лишь служит прикрытием дашнаков. И 160 тысяч членов правящей партии этой страны гордятся тем, что они следуют идеологии Горегина Нжде и обещают развивать ее в будущем. Звучит как угроза, не так ли? Однозначно. И я удивляюсь, когда некоторые эксперты повторяют то, что повторяли 100 лет назад их предшественники. О том, что Армения маленькая страна, от нее даже, от ее фашизма не стоит ждать каких-то проблем. Это, мол, не огромная держава, где пропаганда фашизма может обернуться. А я бы сказал, нет, для нас это оборачивается проблема. Может, кто-то отстраненный пока что, пока что не ощущает на себе некоторое время результаты пропаганды, значит, фашизма, терроризма в Армении. Но мы, непосредственно Азербайджан, в течение 100 с лишним лет ощущаем еще как. Только стоит отметить, что последний период, с 88-го до 94-го года, несколько сотен терактов на территории Азербайджана, в транспорте, в метро, во всех видах транспорта, в помещениях, погибли сотни и сотни людей. Почему? Потому что на таких идеях, как ЦГКРО, фашистских, Горегин, выросли такие, как Серж Саргисиан, его окружение, вдохновленные безнаказанностью фашизма, они сейчас эту эстакету передают молодым армянам. Почему в российских экспертных кругах политологи, они удивляются тому, что именно в Армении героизируют фашизм? Почему они удивляются, если там в конце 90-х годов прошлого века изгнали русское население, закрыли русские школы, отказались русский язык сделать вторым государственным? Преподавать. А все потому, что Армения закрыта. То есть в информационном поле российском об Армении всегда говорили только в позитивных тонах. Поэтому как простые люди, так и экспертное сообщество всегда по умолчанию думали, что в Армении все прекрасно, в том числе по отношению к русским. Но когда сейчас выясняется, опять-таки на основе исследований самих российских экспертов, что в Армении фактически запрещен русский язык и его преподавание в школах, что этническим армянам нужно объяснить, обосновать, зачем они своего ребенка отдают в школу, где преподают русский язык. А это разве не фашизм? А это разве не нацизм, не национализм? Мировое сообщество осуждает героизацию фашизма, но пока что, к сожалению, на словах. Стоит ли ждать реальных действий? Я думаю, что то самое мировое сообщество свыше ста с лишним лет потакает. На словах оно осуждает. Но в действительности, если обратить внимание, за армянским террором всегда стояли зарубежные силы. Они и вооружали, они идеологическую поддержку оказывали, и деньгами, и всяческую поддержку армянскому террористу, иначе он бы не смог ничего сделать. То есть, сами по себе Дашнаки, Дашнак Цюн, или армянские террористы, извиняюсь, не стоит ли выведенного яйца, они ничего из себя не представляют. Но именно внешняя поддержка из них делает тех монстров, и поэтому, я думаю, к сожалению, нам не стоит надеяться и ждать на то, что международные сообщества или политические круги окажут какое-то серьезное давление на Армению. А вы помните расстрел памятника Горегину Сждеф в самой Армении? Да. Можно ли уже думать о том, что многие армяне стали сомневаться в его героизме? Естественно, это сигнал, это глаз вопиющего в пустыне. Кто-то хотел показать им свое недовольство. Я понимаю, если этого человека найдут, его само, наверное, стреляют. И что следует ожидать, если тенденцию оправдания нацистских пособников вовремя не пресекать? Что нас ждет? Что ждет в самой России? Вот давайте в двух вопросах. То, что ждет Азербайджан, мы уже как-то вооружены в этом плане, мы уже понимаем, и жестко, адекватно Азербайджан всегда реагирует и будет реагировать. Я несколько раз в вашем эфире до этого, в течение прошлого года, позапрошлого года отмечал те моменты, когда Азербайджан будет и жестко реагирует, как на линии фронта. Понимаете, мы уже прекрасно понимаем, кто наш сосед. А что касается России, ситуацию с армянством, с армянским террором, можно сравнить или с армянской диаспорой с тем, что было в Османской Турции 19-го, начале 20-го века. Как Османская Турция и ее власти не понимали суть и масштабы угрозы от армянского террора, так они упустили тот самый момент, который в итоге привел к событиям 15-го года. Кстати, в основном вырезали тюркское и мусульманское население. Я думаю, что, к сожалению, если посмотреть на расклад, сейчас по отношению к армянской проблеме точно такое же замалчивание и непонимание самой России. А ведь критические моменты всегда, если посмотреть по истории той же самой России 1905-1907 года, 1917-1918 года, 1989-1991 год распады СССР, всегда в этих вопросах ключевую роль играл армянский террор и влияние диаспоры, которое помогало зарубежным силам расшатать, развалить царскую Россию, а потом и Советский Союз. То есть, современной России следует это принять? Я думаю, это нужно просто быть очень далеким, жить в России, быть экспертом и не понимать угрозу. Со своей стороны, Азербайджан всегда готов поделиться опытом, снабдить информацией, источниками о том, чем это оборачивалось. Ну, хотя бы вспомнить 1977 год, теракт в московском метро в январе 1977 года. И что эти люди сказали? Они сказали, что это будет продолжаться, пройдут годы, и они как в воду глядели. Недавно вышла книга в московском доме книги тоже в России, она есть. Божезинский сказал, Горбачев сделал. Там, кстати, очень хорошо отмечено автором Дмитрием Преображенцевским роль Дашнак Цутюна в развале царской России, и потом Советской империи. Я считаю, что это очень интересная книга. Почему? Она как раз кстати. Она кстати, и может быть даже дело не то, что она кстати. Созрел момент, и люди видят. То есть, она приурочена, если не ошибаюсь, к столетию, значит, как февральской, так и октябрьской революции 1917 года. То есть, в России сейчас идет серьезное переосмысление того, что произошло, и что, если я представлял период Советского Союза, что послужило причинами, и вообще, как это в хорошем смысле идет перепонимание, переосмысление. И целый ряд книг написано, посвященных событиям 1917 года. А вот книга Преображенского, она уникальна тем, что он показывает причины, показывает следствие, и рецепт. То есть, не боясь, обычно другие эксперты как-то завуалированно обходят, а он четко, резко показал в том числе роль армянского терроризма и армянских денег, и армянской диаспоры в тех проблемах, с которыми постоянно сталкивается российская государственность. Как в начале 20 века, так и в конце 20 века, и также это актуально в 21 веке в наше время. Сигналов достаточно. Спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Не за что, вам спасибо. Я напомню, о героизации фашизма в Армении мы говорили с директором Центра истории Кавказа с призванным Гусейновым. До свидания.